Всем привет! Недавно мы рассказывали вам об оптимальном уровне качества товара. И выяснилось, что позиция «чем качественнее, тем лучше» не всегда экономически оправдана. Но сегодня перейдем от качества к количеству. Сколько нужно производить или продавать товара? И сразу напрашивается ответ. Чем больше, тем лучше! Да! Или нет? Все верно. Этот ответ очень часто оказывается ошибочным. Давайте попробуем разобраться, почему. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас все расскажем. Поехали! Есть такое понятие – точка безубыточности. Но чтобы говорить о нем, нужно вспомнить, что такое полная себестоимость продукта. Об этом мы, кстати, вам рассказывали вот в этом видео. Не ленитесь, пожалуйста, пройдите по ссылке и посмотрите. А то, что вы как эти? Ну, ну эти. Ну вы поняли. Итак, представим, что у вас есть услуга или товар, которые пользуются спросом на рынке. Цена за единицу – 200 тысяч рублей. Давайте посчитаем себестоимость вашего продукта. Она складывается из переменных. Чаще всего это прямые расходы. И постоянных затрат. Они чаще всего являются косвенными. Кстати, правильно говорить не о постоянных затратах, а о условно-постоянных. Спасибо, товарищ эксперт, но об этом я расскажу чуть попозже. Допустим, что переменные ваши затраты – сырье, материалы, комплектующие – составляют 100 тысяч рублей на единицу вашего товара или услуги. Две единицы – 200 тысяч рублей, 10 единиц – миллион. Все просто. Но есть и условно-постоянные расходы. Аренда, амортизация оборудования, зарплата персонала. Если, конечно, она у вас не на 100% сдельная. И многое-многое другое. Допустим, на сегодняшний день такие расходы в вашем бизнесе составляют 1 миллион рублей в месяц. Все эти расходы нужно отнести к себестоимости ваших товаров или услуг. Причем, если их несколько, то постоянные расходы могут распределяться между ними по разным принципам. В зависимости от физического смысла конкретных статей затрат. Например, аренду стоит распределить пропорционально площади, которая нужна вам для производства и продажи конкретных товаров. А зарплату – пропорционально трудоемкости каждого продукта. Иногда, точнее сказать, к сожалению, очень часто. Да, очень часто условно-постоянные расходы распределяются пропорционально суммарной выручки с продаж каждого продукта. Это почти всегда неправильно и приведет к неверным управленческим решениям. Но в нашем случае для простоты предположим, что продукт у вас только один, единственный. И весь этот ваш миллион рублей условно-постоянных расходов ляжет только на него. Сколько нужно продавать вашего продукта в месяц, чтобы свести концы с концами? А? Давайте построим график, на котором отразим вашу выручку, а еще постоянные и переменные затраты. И их сумму в зависимости от объемов производства. На графике видно, что ваши совокупные затраты растут по мере роста объемов. Но выручка, это красная линия, растет быстрее и в определенной точке становится больше, чем затраты. Поздравляем! Как говорят уже опытные бизнесмены, Алло, брат, мы в ноль вышли. Эта точка и называется точкой безубыточности. Это тот объем ваших товаров или услуг, которые вы должны производить и продавать, чтобы покрыть все свои издержки. Дальше начинается прибыль. В нашем примере точка безубыточности оказалась на уровне 10 единиц вашего продукта в месяц. Одиннадцатый продукт принесет вам небольшую прибыль. Двенадцатый побольше. Ну что, ура! Раскочегариваем производство! Больше продукта, больше денег! Ну, это не совсем так. Так, все верно. Вспомните, что наши постоянные затраты мы называли условно-постоянными. Так вот, это слово условно. В данном случае обозначает, что эти затраты являются постоянными только в каком-то узком диапазоне объема производства. Но могут измениться, если вы выйдете за эти пределы. Например, чтобы произвести уже не 10, а 20 единиц вашего продукта, вам понадобится нанять дополнительных работников. Ведь у них тоже есть предел производительности. А еще, возможно, придется снять помещение побольше. Вырастет аренда. Возможно, придется взять оборудование подороже. Поэтому вырастет амортизация. Или платежи за лизинг. Допустим, чтобы увеличить ваше производство в 2 раза, вам придется увеличить ваши условно-постоянные расходы в 1,5 раза. До 1,5 миллионов рублей в месяц. Давайте снова построим наш график. Посмотрите, при объеме производства в 19 единиц в месяц, ваша прибыль составляла 900 тысяч рублей. А при увеличении объемов до 20 единиц, вдруг уменьшилось до 500 тысяч рублей. Парадоксально, объемы растут, а прибыль падает. В прошлом видео мы рассказывали про управленческий учет. Чем он отличается от бухгалтерского и для чего он нужен. Вот вам реальный пример пользы от управленческого учета. Расчет точки безубыточности. И графика зависимости вашей прибыли от объемов производства и продаж. Почти всегда такая зависимость не является линейной. Ну и конечно, в реальной жизни затраты могут как расти, так и сокращаться. В зависимости от ситуации, конечно, факторов может быть множество. Но такой график. И поверьте, это самый простой пример. Позволит принять вам правильное управленческое решение. Ведь если возможности роста не безграничны, то в рассмотренном нами случае лучше остановиться на объеме в 19 единиц продукта в месяц. И посмотреть в сторону других способов увеличения прибыли. Может быть немного поднять цену. А может быть и поискать резервы для сокращения затрат. Но точно не бездумно наращивать объемы. Это далеко не всегда выгодный и эффективный путь. А ваш бизнес должен быть эффективным и прибыльным. По крайней мере, мы вам этого искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, справочное бюро предпринимателя. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно, пишите комментарии под видео. Мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok